Доброе утро! Слушайте, как вам кружная столица? Мы знаем, что вчера ваша оленья упряжка прибыла в Ханты-Мансийск. Все ли успели посмотреть? Да, и в который раз вообще вы у нас в гостях. Да, и в который раз. Давайте начнемся. Первый раз, вы не поверите. Мы с дедушкой очень счастливы, да, дедушка? Впервые мы выбрались из нашей большеземельской тундры. Впервые мы отправились в люди, так скажем. И так далеко. И, конечно же, мы олени упряжки оставили далеко-далеко. За пределами аэропорта олени так далеко не бегают. Но нам очень нравится. Очень нравится ваш город. Сказочный, правда, дедушка. Тем, что вот он такая архитектура своеобразная. Как погода. Погода не удивила. Ну, мы надеемся, что это мы привезли вам тепло. Хорошее. Да? Да, потому что большеземельский дед Мороз отличается тем, что он любит тепло. Так, он теплолюбив. Да, он живет на берегу Баренцева моря. И, несмотря на то, что мы далеко севернее вас, у нас гораздо теплее. Ну да, потому что до вашего приезда в Югре вообще держались хорошие, такие январские, можно сказать, морозы. Мы прочувствовали. Несмотря на месяц, но впервые вы в округе, впервые в городе Ханты-Мансийске, впервые на съезде. Скажите, пожалуйста, вот как так пришло-то, вот пришла такая идея, да, приехать сюда на съезд Дедов Морозов и Снегурочек, заявиться и показать? Ну, это Снегурочка, конечно. Она у нас прогрессивная. Так. Вот, в нашу... Мессенджерами пользуются. Да, да, гаджетами всякими. Вот, я, конечно, не приветствую, но вот благодаря новым технологиям мы узнали о том, что есть такое мероприятие, что собираются здесь Деды Морозы со всех концов мира. Ну и вот она выступила, конечно, с такой инициативой. Вот, и как уж, пришлось поддержать, пришлось. Да, дедушка очень был рад. Вы знаете, что он самый молодой из всех Дедов Морозов. Самый молодой? Самый молодой, да. А еще меня называют Дед Калатун. Дед Калатун, отлично. А сколько лет, если не секрет, если самый молодой? Сколько? 112. Паспорта же нет у дедушки. Он еще не помнит. А как можно определить паспорт? Точнее, возраст Деда Мороза. Ну, я не знаю, там, поделки. Быть по кудряшкам на бороде. По кудряшкам на бороде. Какая-то, я не знаю, там, дядя по спорту. Видите, она еще у него не очень длинная. Вот, поэтому, конечно, все, теперь-то мы знаем. Хорошо. Вчера прилетели, вы уже познакомились с кем-то из других участников? С кем-то удалось пообщаться? Может быть, поделиться опытом? Нет, мы, конечно же, вчера, это самое, как сказать, прилетев, мы не успели пока еще нигде встретиться. Вот, и пока у нас это не получилось. Пока не получилось. Мы очень ждем встречи, очень волнуемся с дедушкой. Ну, потому что все-таки съезд, это прежде всего конкурс. Что привезли, с чем будете, что будете показывать? Дедушка Мороз, можно я тайну свою раскрою? Да, конечно. Я привезла с собой пол гардероба, вы не представляете. Она такая модница, такая модница. Вот, я ей говорю, у меня так всего две бороды, парадно-выходная и повседневная. И домашняя. А у нее столько всяких нарядов. Ну, как и полагается. Да, да. Такие красивые, приходите, посмотрите. То есть подготовились, подготовились основательно. Да, да, да. Хорошо. Все-таки дети из разных уголков страны, они все-таки отличаются. Вот, скажите, какие стишки читают дети Деду Морозу из Нарьенбара? Вот, нам интересно. Здесь наши дети в основном про оленину, муксун и так далее. Какие стишки? Да, дети, конечно же, они везде дети. Вот, они везде дети. И самый популярный, наверное, стишок все-таки остается про Таню. Про Таню и мячик, это самый популярный. Дедушка уже 155 раз его слышал. На втором месте, конечно же, это все стишки про Деда Мороза и новогоднюю Йоку. У нас, конечно, про оленину и муксун не считают стихов. Ну, у нас тоже только Максим, если честно. Да, больше. Хорошо. А на ваш взгляд, что сейчас актуально, вот, Дедушка и Снегурочка, что сейчас актуально дарить детям? В 21 веке, в этом году, в веке цифровых технологий, я намекаю. Да. Вы верно намекаете, потому что они так и заказывают, да, Дедушка Мороз? Они заказывают, но, мне кажется, сейчас более актуально дарить внимание детям. Внимание, тепло, родительское, заботу, общение с детьми, потому что за всеми этими подарками мы порой забываем про своих детей, и дети у нас остаются посвященные только вот этим как раз гаджетам. Сами себе. Это отличный, отличный лайфхак, потому что 31-го ребенок подвигает под елку, смотрит, говорит, а почему ничего нет? Говорит, внимание, я тебе внимание туда положила, понимаете, ну что, мы не можем, мы не можем вас отпустить, конечно же, без новогоднего поздравления для наших югорчан. Вот, пожалуйста, все эти камеры смотрят на вас, поздравляйте. Дорогие друзья, скоро Новый год. От всей души, с далекого севера, с берегов Баренцева моря, мы дарим вам наше тепло. Мы хотим, чтобы в ваших домах всегда царило взаимопонимание, доброта и взаимоуважение. Мир и добра в ваш дом. Будьте здоровы и счастливы. А вам мы хотим оставить вот такого нашего прекрасного оленя, который делают наши мастерицы. Спасибо вам большое. Да, вы поддержите и загадайте желание, он волшебный. Обязательно, друзья. Ну что же, спасибо вам огромное, дедушка, спасибо огромное, Снегурочка, что пришли. Все, друзья, на Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек мы с волшебными гостями прощаемся. С вами же увидимся две, две с половиной минуты. Дождитесь. Продолжение следует...